По регулированию кризиса на юго-востоке Украины сделан важный шаг. Договор об отводе вооружения калибром менее 100 мм подписали глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма. Свою подпись под документы меньше часа назад поставил и лидер ЛНР Игорь Плотницкий. Все это стало возможным после того, как договор был предварительно согласован в рамках контактной группы в Минске. Трудные переговоры при посредничестве России и ОБСЕ продолжались несколько месяцев. Из-за позиции Киева договоренности неоднократно срывались. И вот, наконец, долгожданный дипломатический прорыв произошел. По сути, это может означать, по моему мнению, прекращение войны. Так как это повлечет за собой отведение техники на необходимое расстояние. То есть создается, по сути, буферная зона в 30 км. То есть каждая сторона отводит по 15 км в сумме с 30 км. Исходя из этого, будет крайне трудно обмениваться обстрелами. Контроль лиферификации возлагается на специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Зафиксирован этот пункт 3 комплекса мер. Ну а гарантии по-прежнему возлагаются на нормандский формат. Добиться конкретного результата удалось буквально за несколько дней до очередной встречи нормандской четверки в Париже. Добавлю, что сам процесс отвода техники будет производиться в два этапа и займет около полутора месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова